Существует такое выражение – человек перестает танцевать, потому что стареет. В Самарском дворце ветеранов с этим не согласны и считают, что человек стареет, потому что перестает танцевать. Поэтому каждый год для людей серебряного возраста устраивают осенний бал. Танец, он же безмолвен, в нем нет слов, но выразительность пластики человеческого тела в соединении с музыкой, с ритмом, они делают язык танца многонациональным и понятным всем. Танец не имеет возрастных границ. Танец способен объединять поколения и передавать философию жизни, пласты культуры многовековой не только России, но и мира в целом. По традиции, которые существуют еще с императорских времен, бал начинается с танца «Шествие Полонеза». На праздник пригласили не только тех, кому за 50. В парах кружатся и школьники, и участники молодежных музыкальных коллективов. Бальные танцы – это совсем другая культура поведения. Это не дискотека. Это как было в давние, древние времена, ну старинные. Я так думаю, это только на плюс пойдет, особенно молодежи. К осеннему балу все гости подготовили наряды соответствующих цветов – золотистые, желтые, красные. Праздник не обрачило даже то, что не для всех дам серебряного возраста нашлись кавалеры. Хотя некоторые молодые люди с удовольствием приглашали повальсировать тех, кто годится им в бабушке. В основном женщины танцуют друг с другом. Ну, стараемся, если к нам приходят мужчины, мы стараемся их удержать. Ну, танцы – это же здоровье, это стимул к жизни. Особенно в нашем возрасте это просто, ну никак нельзя без движений, без танцев. А что такое танец? Это красивые движения, под красивую музыку и в хорошем общении. Проект «Танец без границ» Самарский дворец ветеранов и власть областного центра реализуют более 15 лет. Для людей серебряного возраста проводят дискотеки, танцевальные вечера, фестивали и мастер-классы. Поэтому с окончанием осеннего бала череда праздников не завершится. И все ценители хореографии смогут найти занятие по душе. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.